То же самое, когда стали исследовать уже массово целые народы, было выяснено. Например, известный миф Гитлера о том, что арийская раса зародилась где-то на территории Северной Европы, откуда белокурые арийцы расселились. То есть арктическая родина. Настолько давно, что говорить о том, что эти два народа родственны, нельзя. Однако, было выявлено, что среди народов индоевропейской языковой группы, у славян, у германцев, у кельтов, у индоиранцев и так далее, преобладает гоплогруппа Р1А. Вот именно она, скорее всего, и была среди тех людей, кто впервые заговорил на индоевропейском языке. То есть, пресловутая арийская раса, это вот можно сказать... Дело в том, что арийская раса в том смысле, в каком в нее вкладывал Гитлер, то есть какие-то северные белокурые люди, здесь это миф, поскольку про родины индоевропейцев, в общем-то, есть две гипотезы. Одна из них утверждает, что европейцы вышли из Малой Азии, с территории современной Турции, другая, что они вышли с территории современной Украины. Вот... Ну, если покопаться, то можно сказать, что с Кавказа, более вероятно, и с Азербайджан, с Гобустан. В смысле, Турция, Украина, а посередине находятся как раз-таки. Вот уточнение миграции, это уже вопрос такой более... Там, в принципе, я считал, что можно установить радиус 700 километров происхождения. По этим, ну, при наличии данных для сравнения, можно. Да, в Черное море, там как раз... Дело в том, что есть разные гипотезы, объясняющие миграцию индоевропейцев. Например, гипотезы, которые помещают индоевропейцев на территорию Украины, говорят о том, что они через Кавказ пошли в Иран, древние хетты, древние армяне, древние индоиранцы. Гипотезы, которые подтверждают о том, что индоевропейцы были на территории Малой Азии, говорят обратно. Продолжение следует...